Сегодняшнее наше мероприятие посвящено одному из стартапов, очень значимому и важному для нас, который также, естественно, входит во второй портфель фонда. Вместе со мной будет выступать его представитель и руководитель Вадим Дашут. Само ICO по данному стартапу называется он Bitrend, это, если в нескольких словах буквально скажу, платформа для краудфандинга, то есть сбора средств для объектов недвижимости, которая впоследствии будет размещать на себе объекты недвижимости, токенизировать их и обеспечивать за счет этих токенов доход собственным покупателям, инвесторам, пользователям, сложно сказать кому. Платформа же, естественно, находится уже в финальной стадии написание и она начнет принимать средства сразу после завершения ICO. ICO завершится 31 числа, то есть уже очень скоро. На сегодняшний день оно показывает потрясающе хорошие сборы, то есть оставшихся токенов нереализованных на сегодняшний только лишь 23 процента. Очень хорошо у него прошли продажи в Китае и в Азии, достаточно неплохо отработали Дубай и по чуть-чуть по Европе, то есть вот сейчас, поскольку ICO не выходила за пределы вот этого спектра стран, а вместе с нами, с компанией ICO Bucks, с фондом Криптононекс, оно как раз выходит в Европу и в ее там часть, связанную с Россией. Вот, таким образом, проект очень интересный, но не буду забирать слова у моего коллеги и он с удовольствием сейчас присоединится и начнет рассказ. Вадим, ты, в принципе, можешь вывести себя уже на связь и начинать. Всем добрый день. Всем добрый день. Я могу тогда начинать, да? Конечно, да, начинай. Я заммиючу свой микрофончик, иначе бывает фон. Вот, поэтому... Хорошо, спасибо. Ну, еще раз приветствую всех сегодня у нас на вебинаре. Я очень благодарен Николаю за возможность презентовать наш проект и благодарен за возможность сотрудничества с Криптононексом, потому что колоссальное... Колоссальное... Добавляем, да, и здесь... Добавляем. Как лучше слышно? Да, спасибо. Напишите, пожалуйста. Да, все, хорошо. Еще раз благодарю Николая за возможность представить вам наш проект. Также благодарю фонд Криптономикс за его технические, маркетинговые, юридические знания, навыки, которые помогут нашему проекту улучшиться и привнести дополнительный вклад вообще в криптоэкономику и в наши блокчейн-сообщества. Ну и позволю себе начать краткую презентацию, чтобы рассказать вам в словах о проекте. Сейчас, одну секунду. Грузится слайды. Но уже видно, по крайней мере. Да, да, да. Ну все, я продолжаю. Битренд. Что такое битренд? Битренд – это платформа, которая дает возможность любому человеку в любой точке мира проинвестировать любое, возможно, желаемое количество средств в любой объект недвижимости, который он выберет. На сегодняшний день платформа работает с коммерческой недвижимостью. Это та недвижимость, которая приносит доход в год, ну, в виде арендных площадей, и в будущем будет добавлена также желаемая недвижимость. Я еще раз хочу представиться. Меня зовут Вадим Дашут. Я управляющий партнер компании Битренд и строительной и девелоперской компании Мегалайн. Мегалайн – это одна из крупнейших строительных и девелоперских компаний Украины, а также компания представлена в Казахстане и в Дубае. На сегодняшний день компания была основана в 2005 году. Компанию уже 23 года, пошел 24. И на сегодняшний день компания реализована свыше полтора миллиона квадратных метров коммерческих объектов. У нас работает больше 3000 человек, поэтому мы не понаслышке знаем проблемы, с которыми сталкиваются девелоперы и частные инвесторы в недвижимость. Собственно говоря, в течение последних нескольких лет мы были вовлечены в криптомир, в блокчейн-сообщество и думали, как использовать преимущества этих миров для решения насущных проблем девелоперов, строителей и инвесторов. И логически пришли к созданию, собственно, платформы Bitrent, которая использует возможности криптовалют, возможности смарт-контрактов, соединяя их воедино для того, чтобы, как я уже выше говорил, для того, чтобы дать возможность любому человеку проинвестировать в любой проект в любой точке мира. От себя хочу напомнить и добавить, что на сегодняшний день рынок по миру, вообще рынок строительства и девелопмента в мире, он исчисляется низкими триллионами долларов, где-то около 15 триллионов, в то время как рынок криптовалют составляет где-то порядка 500 миллиардов, в зависимости от курсов, и стремится к триллионам. То есть, если мы видим свою цель глобальную и свой вклад в рынок криптовалют, в том, чтобы взять часть рынка real estate и строительства мирового и принести его в рынок криптовалют. Мы, в принципе, для того, чтобы реализовать все наши идеи, мы создали токен RantB, мы сгенерировали токен RantB, собственно, который является токеном для нашей платформы. С помощью этого токена, как видно на слайде, как видно на слайде, с помощью этого токена девелопер оплачивает все комиссии, платежи, и девелопер при загрузке проекта, и все пользователи платформы оплачиваются и комиссии с помощью этого токена. Также внутри платформы будет реализована биржа для обмена токенов на непосредственно квадратные метры. И вот в данный момент времени мы разрабатываем возможность инвестирования токенов RantB непосредственно в наши проекты недвижимости, которые будут загружены на платформу. У каждого проекта недвижимости на платформе будет свой внутренний токен, построенный на протоколе ERC-223. Соответственно, он будет четко привязан к курсу доллара, и внутри платформы может быть в любой момент обменен либо на другой токен проекта, либо на токен RantB. Но мы сейчас разрабатываем технологию, как все сборы будут осуществляться в токенах RantB постепенно, и постепенно по мере строительства объекта, а это обычно от года до двух лет, будут поэтапно частично освобождаться и перечисляться в девелопер на реализацию непосредственно строительного объекта. Наша большая цель и большая мечта – это в один день, чтобы понятие real estate в мире сняло на одном уровне с битрендом, как сегодня Facebook и коммуникации, как клуберы перевозки, как Tesla и инновации. Это наша глобальная мечта, к этому мы идем семимильными шагами. Ну, позволю себе кратко еще раз напомнить о том, что битренд – это возможность профинансировать любой проект на любой стадии развития. Также, благодаря смарт-контрактам и RPD-датчикам, которые встроены в строительные объекты на любом этапе строительства, можно инвестировать, перепродавать свои метры, перепродавать свои инвестиции, увеличивать. Например, вы проинвестировали, вы купили 10 квадратных метров, в любой момент можете добавить, купить, сделать этап 18, продать и так далее. Также вы в любой момент мониторите и видите свои этапы строительства, и по завершению строительства вы можете получить, либо продать уже завершенный объект с прибылью, либо получать доходы, которые вам будет считать управляющая компания. Либо в крипте, либо в любом другом виде, это уже решают непосредственно собственники объекта. То есть все децентрализовано, через голосование токенхолдеры уже решают, как им дальше получать их доходы. Ну, наша цель первоначальная, это, как я упомянул, строительство мировой 15 триллионов приблизительно составляет, то есть, грубо говоря, 1% 150 миллиардов долларов. Это как бы та цель, к которой мы идем, чтобы этот 1% рынка обслуживался через нашу платформу. Ну, можете посчитать, если разделить все 150 миллиардов на количество наших токенов, какой потенциал роста нашего токена. Ну, в общем, этот слайд вы уже видели, наверное, здесь, да, то есть о том, что криптовалюта сегодня это 5 миллиардов и стремятся к триллиону, а только рынок real estate, только рынок строительства, сам по себе 15 триллионов. То есть все то, что мы сможем из рынка real estate перевести в рынок криптовалют, сработает положительно не только на, соответственно, на наш токен и на токен платформы, но и на рынок криптовалют, окажет позитивное влияние на рынок криптовалют в целом. На этом слайде приблизительно показано, схематически показано, как работает платформа, то есть слева мы видим пользователей, которые, сначала, ну, тут и расписаны этапы, то есть developer verification, сначала developer проходит проверку у нас на платформе, всех его документов, там, юридическая часть и так далее, документы на землю, решение строительства, потом загружается проект, который должен быть в соответствии с нашими стандартами разработан в BIM, после этого разрабатываются смотконтракты, подключаются кошельки, после этого выводятся токены непосредственно проекта и уже инвесторы могут инвестировать, покупая эти токены и, соответственно, отслеживать процесс строительства и в последующем обменивать и продавать на бирже обмена квадратных метров. Так, идем дальше. То есть вся еще раз основная как бы децентрализация, где у нас применяется блокчейн, децентрализация, то есть все построено у нас в МАК-контрактах, все средства, которые собираются на реализацию проекта, они разблокируются только после того, как сканируются RFID-датчики, которые тоже подключены к блокчейну и только после этого разблокируются средства и весь проект также сохраняется на блокчейне, то есть никто не может изменить или внести какие-то изменения не санкционированные, это должно произойти только с разрешения, с подтверждения пользователей блокчейн-сообщества в случае токенхолдера. На сегодняшний день мы, в отличие от многих ICO, многих проектов, мы уже выпустили свою бета-версию своего продукта, она доступна на сайте bitrend.uk, это только бета-версия альфа будет доработана в плане дизайна и функционала, но там на сегодняшний день вы можете зайти посмотреть, там реализована функция девелопера и кабинет девелопера, а также реализована и функция инвестора и кабинет инвестора, можно поклацать, попробовать, мы с удовольствием примем все пожелания, комментарии какие есть на данном этапе и в принципе в апреле мы уже планируем, к концу марта, начало апреля мы планируем запустить уже альфа-версию. Мы действительно считаем, что 2018 год это год умного токена, токена за которым стоит реальный сектор экономики и что может быть более реальное, чем рынок строительства во всем мире, поэтому мы действительно считаем свой токен RMTB с токеном смысловым и видим в этом большое будущее. У нас на сегодняшний день загружен первый проект на платформу Unity Towers 100 тысяч квадратных метров, я подробнее днем расскажу, уже даже начали продажи, это специально тестовый проект, на котором мы хотим отработать все возможные вопросы, взаимоотношения и так далее. Мы объявили буквально, этот проект он первый, на него объявлен уже сбор средств, в том числе наши китайские партнеры заинтересовались и подключились сейчас к сбору средств и к инвестированию в этот проект. Это первый фактически BIM RFID блокчейн проект в мире, который строится с нуля. То есть он будет первый и в принципе для меня, ну и для моих коллег это большая честь, в том числе с вашим участием, реализовать такой проект впервые в мире. Подробнее о нем остановлюсь, все последующие проекты, которые мы будем грузить на платформу, уже токенхолдеры будут выбирать, какой из этих проектов первый будет получать финансирование. Напоминаю, что у нас прошел этот пресейл, благополучно, у нас сейчас идет SEO, который заканчивается 1 апреля, 31 марта. Мы также на сегодняшний день уже присутствуем на некоторых биржах, это HitBTC, X-Rate, Yobit, BD. Мы специально уже обеспечили доступ нашим инвесторам, нашим клиентам и нашим потенциальным инвесторам, чтобы они видели, что уже даже такие биржи, как HitBTC в принципе признают наш токен, что уже его можно после приобретения выйти на биржу и там продавать, держать и так далее. Но в принципе как бы уже это возможно существует. В отличие от многих SEO, которые собирают средства и потом еще долгое-долгое время не будут выйти на биржу. Также мы сейчас ведем переговоры с такими биржами, как Binance, OKEX и Huobi. Я думаю, что в ближайшее время эти переговоры закончатся успешно. И после окончания SEO, как и в момент, когда Alfa версия платформы будет уже собраны средства на первый проект, мы как раз и залистимся на Binance или агенции. Ну, собственно говоря, у нас на сегодняшний день, как упомянул Николай, осталось в продаже всего 23% токенов. В принципе, я надеюсь, что вас заинтересует. Вы также, как и я, увидите большую перспективу в инвестициях в токены RMTB, потому что токены, которые мы не продадим к этому периоду оставшиеся, мы будем вынуждены сжечь условия нашего веб-пепера. Ну и, в общем-то, это будет только позитив тем токенхолдерам, которые уже инвестировали в наш проект. Дополнительный позитив. Здесь буквально плохо видно. Это несколько слайдов, несколько скриншотов с сайта bitrend.uk. Здесь, собственно говоря, и видно с лендинг-пейдж нашего сайта bitrend.uk. Здесь у нас видно возможность записаться, возможность регистрироваться девелоперу справа, возможность регистрироваться инвестору слева, краткое описание проекта и наши новости. Специально мой коллег попросил сделать несколько скриншотов. Вот, например, скриншот на скриншоте видно, что справа идет описание проекта и слева идет сбор средств. Слева идет время, оставшееся время для до сбора средств. Ну, в принципе, вы можете ознакомиться с этим подробно уже у нас на сайте. Вот в кабинете пользователя пользователь видит в реальной BIM-модели, он может видеть по мере прогресса, по мере строительства, как будет реализовываться проект, сколько уже выполнено, он будет видеть вот на такой 3D-модели. Ну, собственно говоря, это личный кабинет пользователя. Здесь его кошельки, здесь его инвестиции, которые он осуществляет. Здесь непосредственно кошелек указывается, куда пользователь, если нажимает кнопку «Одобрить», куда он переводит средства и так далее. Есть также девелоперская часть, которая показывает какие проекты, какие документы необходимо загрузить девелоперу, чтобы пройти регистрацию и верификацию у нас на платформе. Ну, первая часть – все. Николай, может быть, вам слово, и я могу еще ко второй части оперативно перейти. Да, я с удовольствием добавлю несколько моментов. Буквально, как в самой токенной экономике Вадим ее вкратце описал, и мне хотелось бы добавить какой-то основной такой момент, что, ну, по большому счету, если обратить внимание, как это все устроено, то у нас с вами у каждого объекта недвижимости будет появляться, ну, условно, собственный какой-то субтайтл, да, то есть это такой подинвестиции, да, то есть наш любой пользователь, приходя в систему объекта недвижимости, которой ему максимально интересно, в него проинвестировать. А те токены, которые сейчас продаются, это, соответственно, с самой платформы. Отчасти этими токенами можно оплачивать любые услуги внутри платформы, ну, в том числе и девелоперам, да, такие услуги, как листинг своего проекта, различные формы его продвижения внутри платформы и так далее. Но основная вещь-то заключается в том, что сейчас как раз разрабатывается та самая модель, при помощи которой эти же объекты недвижимости за счет токенов «Ран-Ти-Би». В этом есть определенная очень понятная тогика. То есть мы имеем две стены, покупатель и продавец, да, и между покупателем и продавцом у нас идет, ну, у нас прописан смарт-контракт, и он, естественно, определяет взаимодействие между ними. И токен является платежным средством, которое позволяет зафиксировать повторенность, да. И здесь всегда идет тот самый, такая тонкая грань взаимодействия спроса и предложения. Здесь она как раз абсолютно изумит, по той причине, что если будет использована прямая же логика, да, при которой либо весь объем объекта в сторону девелопера оплачивается, либо частичный объем, вот, в этом случае токены будут захолдены на кошельке девелопера и превращены в кэш и выданы ему в кэш, допустим, биткоиновый или долларовый, ну, чаще долларовый, поскольку объекты все номинируются в доллар. Вот, и все-таки, к сожалению, пока стройматериалы стоят долларов. Вот, но, тем не менее, они будут номинированы в долларах цены, но они будут в токенах, которые будут храниться внутри системы. То есть львиная доля токенов будет постоянно выпадать из оборота. Вот, и я думаю, что Вадим сейчас во второй части рассказывает в большей степени про токен, вот, ну, по крайней мере, какую-то часть рассказа про токенов уделить. И там еще будут некоторые элементы, связанные с тем, что, там, часть токенов, которые взимает система в качестве комиссии, они вообще сжигаются. То есть база сокращается огромным количеством способов. То есть спрос растет за счет того, что система, добавляя объекты, становится таким мировым явлением по продаже квадратных сантиметров, скажем так, площадей, да, а с другой стороны, ну, токены как платежные средства используются абсолютно утилитарные, которым гасится комиссия. Вот, или это как дисконтный токен и токены как платежные средства, или, жмите, по другую сторону, и токены как платежные средства для оплаты этих объектов недвижимости. То есть в логике-то все очень просто, что пользователь заходит в виде цену, условно говоря, вот этого единицы измерения, допустим, квадратного сантиметра, в какой-либо валюте, допустим, в долларах или биткоинах, да, и проводя транзакцию в этой валюте, мы автоматически выкупаем токены и переводим их на кошелек девелопера. Естественно, при том, что они холдятся и выдаются девелоперу на определенных стадиях, то, соответственно, в этот момент либо система, либо девелопер сам берет на себя курсовые риски. Вот как раз и есть тот основной момент, который сейчас в рассмотрении технологическом, но ни тот, ни другой вариант, естественно, вайтпейпер не нарушит. То есть наша задача в любом случае привести систему к тому, чтобы количество токенов неимоверно быстро сокращалось, да, потому что понятно, что спрос растет, количество сокращается, вот, и это тот ключ, к которому мы стремимся. Вот, собственно, что я хотел по той части добавить. Вадим, ты можешь уже ко второй переходить. Большое спасибо, Николай. Ну, действительно, да, есть какие-то вещи, которые вот на Николай обращают внимание. Я хочу на примере проекта Юнити Тауэрс быстренько пробежать, как работает платформа. У нас есть уже первый проект, загруженный платформой. Его концепцию сделал международно известный архитектор Харвар Францис, который входит в топ-10 архитекторов мира. У Карла большой опыт работы по всему миру. Он делает Ferrari World в Абу-Даби, и Westfield Mall в Лондоне, и несколько объектов в Дубае, в частности, Mall of Emirates. Мы его пригласили для разработки этой концепции. Проект расположен у моря. То есть он состоит из трех башен. С три башни соединены между собой. И, собственно говоря, первая башня, которая самая ближайшая, расположена к морю, она представляет собой апарт-отель. То есть это будут номера отеля, которые будут управляться менеджером компании, управляющей компании, которая будет сдавать их в наем и, соответственно, осуществлять доход. Как это выглядит на первоначальной стадии? Разрабатывается BIM-модель проекта. BIM-модель проекта 3D-модель, которая четко разложена по каждому конструктивному элементу. Свая, фундаменты, колонны, перекрытия, стены и так далее. Потом в каждый этап, где это необходимо, которые в последующем по мере строительства объекта будут сканироваться и передавать сигнал смарт-контрактов. Ну и по мере реализации проекта, по мере сканирования этих датчиков, средства поступают строителю, строитель строит объект. То есть у нас все инвестиции застрахованы, потому что пока строитель не построил объект, он не получает следующую порцию денег. Ну вот, например, пробежимся по цифрам. То есть общая площадь проекта 105 тысяч квадратных метров, полезная площадь продаваемая 63 тысячи. Вот объект разделен за схемой, видно на первую часть и вторую, желтком первая часть зелененькая и вторая. И первая часть это вот 18 тысяч квадратных парт-отель с IT-хабом, с каворкингом и с небольшим бизнес-центром. Давайте посмотрим, как это работает. После того, как девелопер прошел нашу верификацию, загрузил все проекты, они прошли проверку нашей компании, нашей юридической компании в регионе, откуда проект. Компании специально инжиниринговой в том же регионе, откуда проект. После этого проект загружается на платформу и объявляет сбор средств. Инвестора, комьюнити инвесторов инвестируют необходимую сумму средств, проект. После набора софткапов и хардкапов проект сбор средств закрывается и средства направляются в эскро фонд. С эскро уже дальше по мере выполнения девелоперам своих обязательств направляются на стройку. Что такое софткап? Что такое хардкап в данном случае? Если у строителя, у девелопера уже есть земля, есть решение на строительство, минимум процентов средств, любой банк, любое кредитное общество спокойно подключается и финансируется этот проект до конца. То есть, если мы собрали 30 процентов средств, можно уже начинать проект и двигать его вперед. Если собралось 100 процентов средств, то тогда шикарно, даже можно это все реализовывать уже без привлечения банков. Например, вот для Unity Towers был разработан токен UNT. Давайте посмотрим. Общий сбор средств 44,5 миллиона долларов. На первую очередь 100 тысяч токенов UNT или приблизительно 50 тысяч эфириумов. На день, когда эфир стоило 190 долларов за эфир. То есть, грубо говоря, софткап для этого 30 процентов, хардкап это 44,5 миллиона долларов. Пункция токена это собственность в проекте. Один токен равен 445 долларов. Меньше одного токена купить нельзя, больше одного токена он дробится, можно купить и докупать сколько угодно. Токен покупается на платформе, продается также на внутренней бирже платформы и выходит в токен РНТБ. И токен РНТБ уже может выводиться на бирже общей, где он будет покупаться в том числе девелопером для оплаты своих услуг и так далее и тому подобное. Так, ну собственно говоря, преимущество. То есть преимущество работы на платформе. Как мы это видим? Благодаря тому, что мы убираем большое количество посредников и, что немаловажно, если даже девелопер идет в банк и получает деньги на строительство, то ему еще необходимо потратить огромный маркетинговый бюджет на то, чтобы что-то кому-то продать. В данном случае те люди, которые перечисляют средства девелоперу, они же и являются покупателем квадратных метров. То есть у него уходит огромное количество рисков, которые обычно девелопер закладывает в сумму. То есть по нашим оценкам инвестиции в проект через платформу должны где-то быть на 20-25% ниже рынка, что дополнительно приводит конкурентное преимущество и девелоперу, и покупателям, которые работают через нашу платформу. Наши планы по развитию ближайшие, у нас детальная информация описана на сайте и в нашей white paper, но вот, грубо говоря, по этому слайду хочу показать укрупненно. В 2018 году мы планируем представлять, чтобы был объем в минимум 5 странах, и было 15 проектов загружено в верифицированную платформу. Из них 3-5 проектов собраны средства на общую сумму 300 миллионов долларов. Это в 2018 году. Это наши минимальные ожидания, минимальные планы. В 2019 году мы ходим присутствовать в 10-15 странах, загрузить 50 проектов и профинансировать не меньше 10 объектов с общим бюджетом около 1,5 миллиарда долларов через нашу форму. Естественно, с использованием токена РНТД. Все вы знаете, что такое ICO, все вы знаете, как растут токены, как они изменяются в своей цене. То есть я хочу показать по нашему опыту те токены, которыми стоит реальный сектор экономики. Вот Ripple, IOT, IOS, Ripple Bank, IOT интернет вещей, IOT суперкомпьютер. То есть, грубо говоря, в апреле 2017 года, посмотрите ли в июле на стоимость токенов этих платформ, она была там 13 центов, 30 центов, соответственно, 85 центов. Если посмотреть на сегодня, на март 2018 года, она прыгает, но она составляет где-то вот для Ripple доллар, для IOT и доллар 86, для IOS 8,22. В верхнем правом углу вы это видите. То есть, грубо говоря, в среднем они сделали там 600-700, вот IOS 900% за 9 месяцев прирост. Человек, который проинвестировал 100 тысяч долларов, в июле 2017-го в IOS в марте 2018-го получил 960 тысяч долларов. Ну вот сегодня наш токен, грубо говоря, стоит около 10 центов. Ну вот, как бы, интересно к вам вопрос, вот ко всем пользователям, как вы думаете, сколько будет токен RNTB строить, стоит через 6 месяцев. Также в завершении всего этого хочу сказать, хочу обратить внимание на то, что мы успешно прошли этап пресс-сейла в Китае здесь, на этих слайдах видно, как наша активность и в сетях, и в мировых сетях, и в роуд-шоу, и роуд-шоу, которые мы планируем провести. То есть у нас даже сегодня проходит, сегодня и завтра проходит роуд-шоу в Шанхае. Буквально несколько последних у нас были роуд-шоу в Дубае. 267-го июля был Берлин, 1 марта была Москва, 4-5 марта был Дубай, 6 марта был в Дубай приватный ужин, приватный вечер, где были приглашены 150 человек, в том числе члены королевской семьи, исключительно на закрытое мероприятие по ВИП-предносительным. Всю эту информацию вы можете найти либо на наших ресурсах, либо в новостных порталах через интернет более подробно. 10 марта была конференция в Лондоне, где... ...сейчас в чате отвечать. Сейчас я дальше на них продолжу отвечать. Но, тем не менее, они связаны с тем, где листятся, почему нет на CoinMarketCap и так далее. Но, на самом деле, вы же прекрасно понимаете, что листить токены до момента завершения ICO могут только те проекты, у которых реализована программная часть. И здесь, соответственно, конкретно этот кейс. Поэтому, собственно, токены залистились раньше, поскольку ими можно, условно говоря, начинать пользоваться системой вот-вот. Таким образом, тот же самый первый объект уже размещен, который Unity Tower. И на него средства собираются активно внутри платформы. То есть, все уже работает. И вот на этих вот акцентах, на таких вещах, как... Ну, я отвечу сейчас на вопрос, зачем проект блокчейн? Это, кстати, достаточно несложный ответ. И он сюда как раз гармонично ложится, как ни странно. Но, тем не менее, вот как раз основные плюсы и ключевые аспекты, на которых хотелось заострить ваше внимание, заключаются в том, что команда полностью собрана. И здесь не идет речи, в принципе, о том, что собираются средства, потом начинает что-то делать. Все сделано. Вот. И, соответственно, здесь в этом есть значимая часть преимуществ. То есть, риски минимальны с этой стороны. С другой стороны, команда, конечно, очень много объектов построила и очень успешно себя в этом проявляет. Поэтому, ну, конечно, и с этой стороны тоже одни плюсы. Что касается того, что сбор очень хороший, это также значимая характеристика и важная очень, да, потому что инвесторам очень это все интересно и они с удовольствием в это вкладываются. Вообще говоря, потребность в строительстве платформы, необходимой для краудфандинга недвижимости, она максимально возможна. Она интересна со всех точек зрения и тут уж никуда не деться. И, опять же, отвечая на ваш вопрос такой совершенно скользкий, тяжелый, да, почему форма закрыта для инвесторов США, здесь ответ простой. Естественно, понятно, токены листятся на криптовалютных биржах и это уже обозначает то, что по лигу опининам они соответствуют стандарту утилити. Но есть важное но, что сами объекты, которые листятся впоследствии, здесь не будут нигде, кроме этой же платформы, да, они как раз секьюрити. То есть они на каждый токен, который вы сможете свой токен RNTB обменять на токен, допустим, Unit Towers или следующей башней, неважно, те токены уже являются секьюрити, а как следствие там идет речь о том, что работать инвестиция с той стороны сможет только окредит инвесторами на территории США. Это требует достаточно серьезных видоизменений платформы, но главное это не в том, что это технологическая какая-то сложность, главное в том, что для того, чтобы работать так, придется проводить KYC с proof-of-адресом, с проверкой прописки, условно говоря, да, с чеком из Сбербанка или с счетом за телефон, да, для каждого пользователя вне зависимости откуда он, а это очень сильный урон юзабилити на первом этапе. Звук фонит. Вадим, а ты не мог бы себя мьют нажать на микрофончик? Ну, не обязательно все выключать, ну ладно уж, не знаю, помогло, не помогло. Да, вот до новых всех буржуев, да. Вот тоже правильный вопрос, да. Потому что здесь создавать себе проблемный момент на абсолютно ровном месте никакого смысла нет. тем более, учитывая, как хорошо проект отработал Васьки, и сейчас надо сказать, что пошел достаточно серьезный поток не только инвестиций, но и заявок непосредственно от девелоперов достаточно серьезных с очень красивым подпольем проекта. Поэтому здесь все более-менее красиво выглядит. Вот. Значит, давайте попытаемся поотвечать на вопросы. и как бы это лучше сделать? Отвечать на вопросы справа или слева. Вот. Давайте я все-таки вернусь к вопросу. Сначала подключаю в базовом столбике. Вот. И потом подключим Вадима, когда он действительно нам понадобится. Зачем проекте блокчейн? Посмотрите. У нас с вами блокчейн здесь реализован, слава богу, не только для того, чтобы сделать токер. Вот. Вадим очень вкратце описал вот эту проблематику и смысл ее. А логика-то такая, что у нас с вами взаимодействие между системой, инвестором и девелопером производится посредством смарт-контракта. Смысл этого взаимодействия заключается в том, что определенные датчики, это чисто IoT, да, Internet of Things, это датчики, которые передают определенные состояния. Эти датчики встраиваются условно там в балки перекрытий, и они определяют на какой стадии проект находится. Вот. И мы, соответственно, стараемся сделать следующую историю. Мы стараемся показать действительно максимально прозрачно целевой расход средств с одной стороны, а готовность проекта с другой стороны. И это все вместе заложено внутри смарт-контракта. Как следствие, вот, да, очень правильно, что, ну, вот такой высылательный, оно тоже нам поможет, да, что у нас есть RFID теги, которые показывают на какой стадии что происходит. Вот. И здесь совершенно прозрачно используется блокчейн. То есть здесь не получится никаким способом подделать изнутри системы тем или иным девелоперам, опять же, стадию строительства. То есть собрал девелопер денежки, да, собрал на свой объект, он, допустим, там, 30 миллионов долларов. Он получил, у него, допустим, 10 стадий. На третьей стадии он закрыл уже 10 миллионов, он получил, и ожидает свой следующий, следующий 3 миллионов раньше. И ему, конечно, очень выгодно сообщить в систему, просто в одну внести, что я уже все, я уже построил тут еще 10 этажей, дайте мне еще 3 миллиона. А на самом деле они не построят. И поэтому, естественно, здесь взаимоотношения между инвестором платформы и девелопером, они создают в первую очередь прозрачность для всех трех сторон. Да, а поскольку транши суммы выдаются постепенно, эта прозрачность очень нужна. Так, теперь я постараюсь подключать еще чуть-чуть на вопросы слева. Так, про американцев ответил. Вот я во втором портфеле, да. Если сначала деньги от фонда переводятся на кошелек и все бокс... Нет, деньги от фонда не переводятся на кошелек и все бокс. Зачем? Деньги второго портфеля переводятся на кошельки, собственно, самих и СИО. И мы можем, разве что, показать кошелек фонда. То есть, ну, пожалуйста. Дело все в том, что фонд взаимодействует с СИО боксом только на уровне первого портфеля, когда мы фондируем продукт. Вот этот же проект просто набрал максимально возможный скоринговый балл, который позволил ему оказаться внутри второго портфеля. Поэтому здесь нет какой-то непрозрачности. Но кошельки, естественно, предоставить можно, но к СИО боксу в данном случае... Ну, естественно, понятно, что мы консультируем ребят, помогаем им во всем. там много всего делаем, но мы не делали он здесь... Они не входили в первый портфель, в общем. То есть, мы оказывали отдельно взятые услуги. Вот. И они, и эти отдельно взятые услуги, ребята, естественно, оплачивали самостоятельно. Это не шло ни в коем случае из денег фонда. Из денег фонда только приобретались токены с дисконтом в 25%, как я вам и сообщил. Вот. И, соответственно, только в этом смысле как это работало. Скажите, когда будет открыт первый портфель? Ориентировочно в середине апреля. Ориентировочно. Совсем скоро скажу точнее. Но давайте сегодня постараемся задавать вопросы, связанные с данным проектом, потому что Вадим у нас на линии и с удовольствием будет отвечать, если я с чем-то не справлюсь. Вот. И поэтому давайте ему сейчас немножко внимания уделим. Какую проблему решает токен? Токен решает проблему, он является платежным средством, и он решает основную задачу, это взаимодействие между инвестором платформой и непосредственно делевым. И как тут понять, как будет расти токен? Здесь мы, может быть, немножечко вкратце об этом говорили, но я постарался как раз такие описать. Чтобы определить принцип и порядок роста цены токена, все, что нам необходимо, сделать, это понять, насколько сократится база токенов в обращении, и насколько вырастет на них спрос. Вот. То есть мы сегодня, Вадим проговаривал в большей части, до какого объема вырастет спрос на токены, то есть это, условно говоря, 1% от многотриллионного рынка, что составит, условно говоря, насколько, я помню сколько, 500 миллиардов долларов оборот, на который претендует, или 150 миллиардов долларов, да, насколько я помню, оборот, на который претендует сама система. Вот. Естественно понятно, что в токенах там платится 5% комиссии, можно это посчитать, потому что там половина ее сжигается. Вторая часть, самая важная и ключевая. В том случае, когда у нас все взаимоотношения между инвесторами и юзерами будет проходить, между покупателями и продавцами, будет проходить взаимодействие через токены, то мы получаем с вами историю, что весь оборот системы будет в токенах. При этом, понятное дело, что токены будут холдиться на все время, пока идет строительство на кошельках девелоперов. И в этом случае, естественно, вот эти вот огромные обороты будут их выжигать. Учитывая, условно говоря, на финальной точке 150-ти триллионные обороты. Объем эмиссии токенов, как мы с вами понимаем и видим на сегодняшний день, это 100 миллионов долларов. В объеме 100 миллионов долларов произошла эмиссия токенов. И в рамках этой эмиссии на эту сумму на сегодняшний день продано, соответственно, 77% и осталось 23%. Распределено 77% и 23%. И, соответственно, понятно, что выжигание будет производиться очень быстро. Составив простейшую пропорцию, поделив количество токенов в обращении на количество токенов, необходимых ежемесячно, мы, естественно, получим рост через энное количество месяцев цены токена. Скажите, пожалуйста, если инвестируешь больше биткоина, правда ли даются токенов в будущем? Это вопрос, я понимаю, но это вопрос к токенам нашего фонда криптономикса. Это абсолютно правильно вы написали. На каждый один биткоин выдаются 100 токенов фонда криптономикс, который сам еще не проводит. Токены у него тоже нужны только для того, чтобы... Ну, они, по сути, доходные. Вот поэтому он еще не проводит, токены вам раздаривает. Вот. Да, именно это все верно, но это вопрос по теме. Если вы сейчас вложите второй портфель, токены этого проекта будут куплены? Да, будут. И еще мы будем докупать их аж до 30 марта. Это очень хороший проект. Спасибо за комплимент. Дальше про американцев мы поговорили. Про портфель 1 тоже. Каким образом вы снимает информацию датчик? Вадим, наверное, тебе надо подключиться и рассказать по самой технологии вот этого IoT, если тебе не сложно. Мне не сложно, значит, еще раз. На каждом этапе существует несколько уровней, на которых будут внедрены эти датчики. Они обычно внедряются на этапах свайп, фундаментов, колонн каждого этажа, перекрытий, стен, крыши, окон и так далее. На каждом этапе существует три независимые компании, которые обслуживают эти датчики во всем мире. Каждый специалист, три специалиста из этой компании в определенное время по приглашению девелопера, приезжает на объект специализированным оборудованием, сканирует датчики этих RFID, и данные этих датчиков отправляются в смарт-контракт и записываются в блокчейн. Никто не может изменить их задним числом или еще как-то. Если колонна построена, то эта колонна построена в этом месте в это время. И эта информация отправится в блокчейн и в смарт-контракт. Если на этом этапе девелоперу положена следующая порция средств, через SPI, через трастовый фонд разблокируется и отправляется им. Я еще пользуюсь тем, что Николай передал мне слово, хотел также проинформировать, что наш токен, что мы дополнительно ведем переговоры с еще пятью крупными девелоперами, и в ближайшее время, по течении двух недель-трех, на платформу будут загружены еще пять проектов. Один из Лондона, один из Китая, один из Венгрии, он уже прошел верификацию с Будапешта, уже грузится на платформу. Один из Израиля, и проект из Дубай, и проект из Америки. В Америке сейчас ведутся переговоры по двум направлениям. Один из одной – это компания Trump Real Estate по строительству бизнес-центра на Манхэттене, и с компанией «Сан-Франциско» из «Силиконовой долине» по строительству битренд криптохаба непосредственно на «Силиконовой долине» рядом с Тэнфордским университетом, рядом с офисами Facebook, Google и Apple. Ну вот, собственно говоря, вот это еще хотел добавить, то, что не с какого основного представителя. Да, спасибо большое, очень логично. Да, мы писали, на каких биржах будет завещено на сегодняшний день, там, это пять бирж, которые Вадим перечислил, и главное, что сейчас подходит очередь, потихонечку ведутся переговоры с Binance, и, дай Бог, быстро он залезет там, но это биржа Терва Вадим вообще уровня, то есть максимально возможно. Что касается CoinMarketCap, то все-таки проект будет подавать заявку после проведения ICO и выдачи всем токенов, потому что вы понимаете, что на CoinMarketCap все это работает именно последовательно. Вы подаете заявку, проходит какое-то время, это совершенно незначительно, и они ее вмещают, там просто путь какой-то есть. Но пока даже не подавали, потому что, ну ладно, зачем? Ну и сам по себе CoinMarketCap, он же вам что дает. Главное, как все на биржах торгуются, он просто не торт для удобства. Хотели либо выпустить уже все токены, отдать их в обращение, либо залезть. Я из Канады, верификация не получается. Ну, я думаю, что мы сможем помочь уже в формате саппорта, чтобы сейчас на каждую не отвлекаться. Задача такую была. Какие еще биржи, кроме банса? Вадим вот перечислил, там целый спектр. Всего будет около 10 бирж. Можно обратиться в курсбайшки. Инвесторы Cryptonomics, конечно, будут иметь их в портфеле во втором портфеле, однозначно. Надежны ли кошельки Cryptonomics? Да, максимально, возможно, надежны. Это прямо ноды, лежащие в сейфе, пароль от которых в другом сейфе. В общем, страшное дело. Как будут выплачиваться дивиденды по инвестициям в сами объекты недвижимости в последствии, вы имеете в виду? Они будут начисляться на ваш аккаунт ежемесячно, насколько я понимаю, в рамках каждого отдельно взятого объекта недвижимости. Да, вот ответ. Малками 07.5 для всех портфелей. Сейчас доступен портфель 2, да, но скоро появится новый, и в середине апреля вернется и откроется первый. Когда партнеры начнут получать процент со второго портфеля, я думаю, что вы уже в течение 2-2,5 месяцев. Но, вы знаете, у меня просто будет следующий вебинар, наверное, через неделю, не позже. Я с удовольствием все расскажу, как все двигается про проекты и про все. Сегодня просто очень хотелось представить, но это уже у нас такой новый формат, когда мы выходим вместе с проектом, все рассказываем. В тот раз у нас выходил трейдолайз, а сегодня как раз вот о ренте битокен. Запись на вебинар, конечно же, разместим. Токены будут сжигаться и изыматься из оборота. Не придем мы к тому, что их не будет хватать. Нет. Токены будут изыматься из оборота на время холда, а сжигаться будут, да, и сжигаться будет значимо их часть. Конечно, не придем. Но вы поймите, что лучше абсолютно в картине мира, когда вообще один токен остался всего. Но учитывая, что у токена 16 знаков после запятой, то система пока не сожжет последнюю молекулку токена, пройдут сотни лет. Поэтому, конечно, можно по максимуму все сжигать. Зачем это застройщикам и девелоперам? Ну, застройщикам и девелоперам всегда нужны деньги. Деньги нужны всем, как мы понимаем прекрасно, любому бизнесу. И в первую очередь значимая их часть нужна девелоперам, потому что они же и штурмуют все банки в большей степени. Это вообще ключевая нужда и потребность этого рынка. И ребята, работая на этом рынке такое количество лет, ну, можно сказать, уже десятилетий, да, они прекрасно понимают имеющие потребности и способны решить ее. Если стихийная действия колонна разрушена, то это же у нас с вами все равно все застраховано абсолютно легальными, серьезными большими компаниями. Вот будут ли установлены камеры на объектах, это лучше ответит Вадим. 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 Давайте еще раз. Мы уходим на proposals. Обещание. Есть платформа. Есть платформа. Вот конкретно есть специальный рект, реальный проект, Ну, во-первых, два уже загруженные, еще шесть люди, но сейчас шли все в форму. Что касается билинг-билинг-билинг-со, билинг-со, 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 в нем, если в порядке, то есть, если все-таки, то, то есть, почему Watcher, если они все-таки, то есть, Слышно меня уже или нет? Слышно. Люди пишут, что слышно вроде. Шикарно. Еще раз. То есть, как бы, да, видеокамеры, конечно, это бирж. Что касается бирж, Binance, Kex и так далее. То есть, в отличие от многих SEO, которые проводят SEO и уходят на год писать продукт и обещают выход на биржи и так далее, мы пошли немножко другим путем. Мы уже начали выпускать наш продукт, уже бета на сайте и в ближайшие недели будет уже продукт Альфа непосредственно на нашем сайте запущен. У нас уже есть реальные проекты на платформе, загруженные в ближайшие 3-4 недели. Будут проекты, как я упомяну, из Нью-Йорка, из Дубая, из Гуанчжоу и Гонконга. В этом нам помогают наши китайские партнеры, с которыми мы закрыли пресейл по всему Китаю. И действительно, Ubinance, Kex состоит в очереди с токенов, желающих залезть на кексы. Это стоит очень больших денег, это требует очень больших ресурсов, в том числе информационно изначально подготовленных. То есть, у токенов должна быть информация, открытый код на гитхапе, так как это сделано у нашего токена, у токена RNTB. И, безусловно, для того, чтобы туда попасть, в этом необходима и ваша помощь всех присутствующих, в том числе и помощь наших партнеров и в Израиле, и в Персидском заливе, и в Дубае, и в Китае. То есть, должно состояться, должны состояться сборы средств на проект. Также мы уже вышли на биржи HitBTC, Yobit, XRates и так далее. Там тоже должна быть соответствующая активность, поддерживаемая девелоперами и пользователем. Ну и вместе с вами, с нашим ресурсом, с нашим подходом, с вашим участием, мы, конечно же, рано или поздно выйдем и на финансы, и на кексы. Мы уже провели все переговоры, мы получили от них условия, которые необходимы для выхода на биржи финансово. Финансовые эти условия нас абсолютно устраивают. Ресурсы эти у нашей команды и у нашей компании присутствуют. Осталось завершить ICO, и после этого можно закрывать с ними соглашение и приступать непосредственно к оплате финансовых услуг, выполнению технических требований и листингу на их биржах. Ну, то есть, чтобы это было до конца понятно и прозрачно. Однозначно это необходимо, потому что все понимают, что глубина оборота на этих биржах очень высокая. Это понимаем и мы, поэтому однозначно рано или поздно этот процесс произойдет. Я надеюсь, что он произойдет быстрее, чем даже мы... Да, коллеги, добавлю немножко, особенно по вопросам касаемо того, что бинанс гарантированно не листят. У бинанса есть абсолютно четкий прайс на очередь. Это прайс вот на 100%, прямо вот цифры. И это во-первых. Во-вторых, есть целый набор требований, но они терпимы. Ну, естественно, понятно, что первое требование от завершения ICO, решение вопроса взаимодействия с токенхолдерами, legal opinion от юриста, имеющего либо калифорнийский, либо линейский бар. Это все рабочая история. Но есть абсолютно четкий прайс за очередь. Мы уж не будем, наверное, погружаться совсем в цифры, но, тем не менее, листинг на бинансе, возможно, абсолютно в гарантированном режиме. Если, собственно, реглопинин у вас на руках будет. То есть это, скажем так, единственная сложность в этом листинге, это то, чтобы реглопинин застраховал бинанс. Вот. Но в данном случае это реализовано. То есть как бы. Говорить о том, что в принципе гарантии нет. Гарантии нет только из-за того, что они не готовы работать вслепую, тем более привлекать своих юристов для анализа токена, не имея стороннего подтверждения, которое хоть как-то их но закроет. Вот. Давайте я теперь перейду к вопросам справа. Я буду последовательно отвечать на все вопросы, которые, ну, к некоторым Вадиму подключим, которые касаются только самого проекта. Да, еще раз повторю, что токены R&B будут находиться в втором портфеле. Те, кто инвестировал там с декабря того года, они им также достанутся. Вот. И также доставят всем тем, кто инвестирует до 31 марта. Да, мы пригласим Вадима, он расскажет про Юнит Тауэрс отдельно, еще подробнее. Вот. Это окей. Я бы сейчас запомнил вопрос. Сейчас запрет на ИСО в США. Какая у нас схема развития событий, если в России тоже будет работать закон по запрету на ИСО? Ну, вы знаете, на самом деле, вот запрет на проведение ИСО в Китае, он был первым. И, учитывая, что вот даже наш битренд-продукт собрал большую часть средств. То есть, порядка 50% именно в Китае. Вот. Мы прекрасно понимаем, что здесь всегда идет подстройка. И мы так и будем всегда взаимодействовать с регуляторами, чтобы по минимуму до них дотрагиваться и искать как можно большее количество обходных путей, чтобы реализовать свою задачу. Поэтому здесь никаких проблем не будет ни в этом аспекте. По-другому назовем, скажем так. Так, это про декабрь ответил. Примерные сроки старта третьего портфеля – один месяц. Что, по конкуренту, можете сказать? Анализировали ваши преимущества в сравнении? Сейчас мы этот вопрос тоже вводим, второй зададим. Есть ли строительные объекты в Казани? Можно ли купить их за ваши токены? Вадим, а давай ты подключишься, и уже вот справа мы идем по вопросам, потому что тут они такие, что мне уже очень сложно, потому что они все про строительство, а не про блокчейн. Я готов отвечать на все. Да, отлично. Давай я тогда быстренько пробегусь по ним. Значит, где реализуется White Unit Towers, страна и город. Город Одесский, из Малфейда. Так, сейчас дальше. Расскажи что-нибудь про своих конкурентов. Анализировали ли вы их преимущества в сравнении? Николай, если можешь, если можешь, с микрофоном. Ну, смотрите, что касается конкурентов, каковых конкурентов у Битрента, к счастью или к сожалению, пока нет. Есть очень много компаний, которые пытаются через криптовалюту продавать вторичный рынок недвижимости. Таких продуктов очень много. Есть несколько проектов, построенных по краудфайдингу, краудфайдингу, то есть, где есть желание скинуться к кому-то, какому-то Ивану Ивановичу Иванову, который пойдет что-то строить. Ничего этого общего не имеет ни с децентрализацией, ни с блокчейном и не решает никаких задач, связанных с уменьшением стоимости строительства и никаких преимуществ для реального сектора, для реальных инвесторов. У нас же ситуация какая? У нас продукт, мы заходим, то есть, инвестор может зайти на раннем стадии строительства, тогда, когда самая минимальная, минимальная цена. Инвестор, мы работаем на данном этапе только с коммерческой недвижимостью, как я упомянул, то есть, это только та недвижимость, которая генерирует пригодный доход, связанный с арендой. И самое главное, ребята, в реальном секторе, в реальной жизни, никто из нас не мог купить отель Рэддисон в Нью-Йорке, например, 10 квадратных метров, или торговый центр Мегаполис в Лондоне, к примеру. Это просто невозможно, невозможно сделать реальную жизнь, для этого это нужно сделать только огромными средствами, купив какие-то акции и фонды. То есть, все те бизнес, скажем так, возможности, которые открываются для сильных мира всего, были закрыты для всех нас до того, как появился битренд. Сейчас битренд фактически открывает возможность, то есть, человек с тысячей долларов, с пятью тысячами долларов, получает все те же возможности, которые имеют огромные инвестфонды, пенсионные фонды, разные там банковские страховые фонды, финансирование коммерческой недвижимости, больших бизнес-центров, больших гостиниц, больших торговых центров. То есть, они раньше снимали эти все сливки, теперь мы даем эти возможности непосредственно каждому конкретному человеку в любой точке мира. Николай, дальше. Да, я сейчас зачитаю вопрос. Будет ли запись? Да, запись, конечно, на нашем семинаре будет. Вот. Девелопер, кто это? Застройщик? Да, это застройщик. Как будет осуществляться выплата инвестиций, в каком активе, крипта или доллар? Планируете сделать RNTB полноценный коин, то есть, сделать свой блокчейн? В апреле уже много будет... А ты, может быть, открой вопросик тогда от Евгения Орляукина. Вот, Иван, справа эти вопросики, вот в желтой конвертике такие, и имена написаны справа в интерфейсе. Это где-то... Сейчас скажу. Я нашел, я нашел, я нашел. О, да-да-да. Значит, кто будет... Как будет осуществляться выплата инвестиций, в каком активе? Это может быть и в той доллар, это решают токен-холдеры. Например, 50 тысяч человек проинвестировало, например, в проект Unity Towers, токен UTA. И между ними производится голосование. Они определяют, в каком активе они собираются получать. Также будет возможность... Там, где это возможно разделить, каждый токен-холдер может сам указать, в каком из активов он будет получать доходность на свою инвестицию. Планируется ли сделать с РНТВ полноценный коин, то есть сделать свой блокчейн? Такие возможности обсуждаются, и мы в этом плане также консультируемся и прислушиваемся к криптонавиксу. Есть такие мысли, однако это очень дорогостоящие мероприятия, но это также позволяет, скажем так, использовать монету РНТВ в секторе строительства. От покупки плитки, обоев до расчета за бетон, металл и услуги строительства. В этом, в принципе, есть определенный резон. Я думаю, что в ближайшем будущем мы об этом сообщим. По проекту в апреле уже можно будет инвестировать в РНТВ. Сейчас мы поэтапно будем добавлять эту возможность и в ближайшем будущем эта возможность будет присутствовать. Если токены будут сжигаться и взиматься из оборота, не придем ли мы к тому, что их не будет хватать. Но, как указал Николай, у нас токен с 18 цифр после запятой, поэтому цена токена за единицу будет расти, а количество токенов будет достаточно необходимо, если раньше на это требовался один токен, то теперь понадобится 75, 0,5, 0,15, ну или наоборот там. Ну да, 0,15 и так далее. То есть, грубо говоря, цена токена будет увеличиваться. И на оплату тех же рук на платформе можно будет потратить меньшее количество токенов. Соответственно, цена его будет выше. Ну, вроде, насколько я понимаю, про полноценный коин и свой блокчейн я ответил. Потому что такие планы, такие мысли есть. Да, был еще вопрос. Сотрудничаете ли вы с The First Group? Девелок, он, видимо. Я снафону отвечаю. Значит, конкретно The First Group мы не сотрудничаем и сотрудничать не собираемся. К сожалению, репутация The First Group Арабских Эмиратов, в частности, Дубай, не совсем нам понятна и не совсем приемлема для нас. Мы работаем с такими компаниями, мы ведем рекорды, как Дамак, Дубай Пропертис, Дубай Ленд Департмент, Имар и Нахиль. Есть еще несколько локальных компаний, как Амният, 22 Карата и так далее. Но из глобальных это Дамак, Дубай Пропертис. Вот это те компании, которые, собственно, построили иконы на территории Дубай, почти все, о которых вы знаете. Вот Имар, Нахиль и так далее. Да, спасибо. Посмотрите, пожалуйста, вопрос от Замковенко Богдана. Там про блокчейн и через несколько буквально пунктиков. Замковенко Богдан. Увидел. Так, сейчас, одну секунду. Значит, передачу вижу уже. Значит, у каждого датчика есть метка, есть целый набор параметров. Я могу дополнительно скинуть ссылку, чтобы сейчас не занимать время всех-всех присутствующих, значит, по технологии RFID. Это достаточно интересная, понятная технология. Даже в России и в Украине, и сейчас все больше законов и норм, требующих обязательно установки этих RFID-датчиков в проекте. Откуда они знают, у каждого RFID-датчика заложена определенная информация. И она срабатывает только, когда что-то выполнено. Например, датчик прикреплен к арматуре, она залита бетоном, бетон схватился, набрал прочности, и вот тогда этот датчик срабатывает и показывает информацию, условия выполнены. То есть, если да, если нет. На самом деле, уже Буш-Халифа построена полностью с использованием этих датчиков. То есть, сейчас смотрим следующие вопросы. Да, и был вопрос, что инвесторы могут купить RNT-бизнес и перейти процентной скидкой. Значит, не за 10, а за 10, кто не на 10. Но базово да, но мы все время смотрим уже цену относительно биржи, и на день покупки оно так и будет производиться. То есть, выразить немножко на разные суммы, но цену будет скидка на любом случае от цены будет 25%. Ну, то есть, ниже она будет, чем 7,5 центов. Вадим, какая сейчас цена на бирже? На бирже сейчас цена колеблется в коридоре от 7,5-8 центов до 13 центов. В зависимости от дня. Но объем очень небольшой. Это объем в основном баунти, потому что все токены, которые были предназначены на пресейле, они продаются с условием заморозки. И они будут разморожены только после 1 мая по 10% каждый месяц. То есть, когда девелопер заходить на платформу и будет вынужден приобретать на бирже токены RNT-б, он не сможет купить все токены, которые были проданы в период ICO. Он не сможет купить по 10%. И так каждый месяц будет увеличиваться по 10%, но в то же время будет и увеличиваться количество бюджет-проектов, которые реализуются через платформу. Спасибо, да. Значит, дальше вопрос. Какая стоимость токенов на данный момент подверстия 25% от HitBTC размещения? Вот, значит, давайте дальше. Где можно купить, где можно хранить токены RNT-б, либо в нашем интерфейс-б, либо в случае прямой покупки, он выводится на ваш кошелек Ethereum. Так, нет звука, это окей. Так, ну, по датчикам мы тоже поговорили. Сколько процентов токенов отходит разработчикам, если смарт-контракт сморозку этих токенов? Разработчики получают 10%... Ну, разработчики – это команда вся, имеется в виду. У кого-то тут разработчики. 10% токенов всех получают, это Вадим описал. То есть, они получают 10% от объема эмиссии. То есть, тут очень прозрачная история. Ну, это нормальный, на самом деле, объем. Вот, и разработчики не преследуют цели сбрасывать в какой-то кратчайшей перспективе. Вадим, а как-то вы их морозите? Да, конечно. Те 10%... Да, это 10% токенов, которые команда проекта замораживает на год. Ну, то есть, очень-очень-очень хорошо, я считаю. Коллеги, да, я уже прошелся, в общем-то, и там, и там по всем вопросам. По всем вопросам, связанным с проектом. Спасибо вам огромное, что пришли. Очень здорово у нас все получилось, Вадим. Тебе спасибо большое. Хорошо вы выступили. Да, я, естественно, снова подведу резюме, что токены можно приобретать в рамках нашего второго портфеля. Будет вебинар по фонду, в котором я с удовольствием буду отвечать по всем портфелям фонда. Просто, чтобы сегодня этого не делать и, Вадима, отпустить, мы решили структурировать всю вопросную базу, непосредственно обращая ее к проекту. Тебе спасибо вам большое за внимание. Наверное, будем заканчивать. Наконец-то уложились хоть в какой-то тайник. Два с половиной часа.